Приветствую вас! Ну, во-первых, прежде чем отвечать на ваш вопрос, я хотел бы сделать небольшое такое предупреждение, что в своем ответе я буду высказывать некоторые мысли, которые могут не понравиться вам и вашей подруге, просто в силу того, что они показывают картины несколько в ином свете. Вот, я хотел бы, чтобы вы имели это в виду и постарались отнестись в понимание к тому, что я пытаюсь это нести, потому что делаю я это с одной только целью вам помочь. Итак, вы пишете близкую, которую другую инношировали. Поехала, поддерживая друга, старше ее на 20 лет, напились ночью и проснулась в процессе акта. Давайте так сначала. Понятно, что изнасилование это всегда стресс, это всегда травма, это всегда очень тяжелое, шокирующее переживание, это безусловно. Но, простите, то, что вы пишете, я мог, конечно, неправильно понять вас, я мог как-то неверно истолковать то, что вы написали, но, значит, как мне это увиделось, это то, что было ли вообще изнасилование, как таковое. Ваша подруга, она проснулась, значит, она проснулась ночью, во время акта. То есть, ее, по сути, она, по сути, вступила в интимную связь с мужчиной, будучи пассивной, да, то есть, ну, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Естественно, она, когда в процессе акта проснулась, она хотела, наверное, прекратить, прекратить, но понятно, что мужчина, он не остановился. Мужчины, они не могут остановиться, как правило. Ну, и объективно, если он не начал это делать, то, соответственно, это можно говорить о том, это может говорить о том, какой этот человек, да, какие у него моральные принципы и вообще, что это за мужчина такой, который может взять женщину, когда она в состоянии алкогольного опьянения. Да, то есть, в этот момент, я надеюсь, как бы вы зафиксируете. Дальше, смотрите, ваша близкая подруга поехала поддержать друга, который старше ее на 20 лет. Не кажется ли вам, что это несколько странно, странный друг, который старше ее на 20 лет? Почему у нее такие друзья, которые старше ее на 20 лет? Что это за друг, который ее изнасиловал? Можно говорить о том, что ваша подруга несколько странно выстраивает свои отношения с другими людьми. И это уже момент ее, момент ее особенностей, момент ее воспитания, ее установок, ее ценности, ее, ее, желаний. Предвидела ли она, что ее друг мог с ней так поступить? Скорее всего. Скорее всего, она предвидела. Но она не не застрел на этом должного внимания. и в итоге получилось то, что получилось. И здесь, я полагаю, можно сказать только то, что ваша подруга, она не виновата, ее никто не винит. Но она сама создала условия для этой ситуации. Пить с мужчиной до беспамятства, который старше ее на 20 лет, пить с мужчиной, которого ты едешь поддержать, то есть у которого там какие-то трудности, которые может не соображать, у которого может быть нестабильная психика, пить с ним до беспамятства, хотя ты едешь его поддержать, это безответственность. И вопрос не в том, что она поступила плохо, вопрос в том, почему это стало возможным для вашей подруги. Понимаете? И все. Кроме того, ваша подруга не была девственницей? Нет. Значит, ну, переспала она с мужчиной. но это же был не какой-то незнакомый человек, это был ее друг. Да, что он больше, он теперь ей больше не друг. Это понятно. Но суицидальные мысли, запой, стресс, это явно свидетельство какой-то иной, более глубокой проблемы. Ну, на мой взгляд, конечно, на мой взгляд. это более глубокая проблема вашей подруги. Потому что это вполне могло бы быть, значит, и вношение вполне могло бы быть, если вот прямо, знаете, ничего не могла сделать, там, взяли, там, подавились, да, там, незнакомый человек, это да. здесь она все это могла предвидеть, но не предвидела. Значит, что? Либо какие-то установки подруги ваши неверные совершенно, либо она этого хотела, но отказывается принимать реальность, отказывается принимать ту реальность, в которой она, в которой она, ну, значит, вот такая. Она себя так, но не принимает. И вполне вероятно, что именно поэтому у нее и запой, и стресс, там, что она поняла, какая она, она поняла, что она сама была это все предвидеть, но не предвидела, и у нее перед собой чувство вины. А вопрос-то, вопрос-то немножко в другом. На самом, на самом, деле. Вопрос в другом. Могла ли она это предвидеть? Исходя из ее установок, исходя из ее ценностей. Я думаю, что здесь нужно, вы, то, что вы можете сделать, это просто поддерживать ее, на свет, стимулировать ее на разговор, чтобы она не молчала, чтобы она говорила, с нашей, ну, постоянно, она постоянно говорила об этом, чтобы не замыкалась в себе и так далее. Вот. Это единственное, что она может сделать. а в остальном, я думаю, что, я думаю, что вам не надо обратиться, то есть вам нужно порекомендовать ей обратиться хотя бы на наш ресурс, для того, чтобы она сама задала вопрос, если она хочет, чтобы ей помогали. Вот. Если не хочет, то церкви данные мысли это мысли, это, знаете, не повод покойничать с собой, это все-таки не какие-то другие люди. Вот. Это и не изнасилование, как таковое, я еще раз повторяю. Вот. И очень плохо, что вы об этом думаете, думаете так, что вы говорите, вы соглашаетесь с ней, что это изнасилование. Вот. Поэтому церкви данные мысли, если они и есть, то они не из-за этого, они из-за какой-то другой причины, более глубокой. Вот. Вот. Так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, если у вас задались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего доброго и удачи, ваших подругих. Желаю успешного излечения данной ситуации и излечения правильного опыта из того, что произошло. Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...